Музыка Россия ужесточила правила пребывания на территории страны иностранцев, в том числе граждан Молдовы. После принятия нового закона, вступившего в силу 1 января, пробыв в Российской Федерации 90 дней, мигрант сможет вернуться обратно лишь по истечении 180-дневного срока. Правонарушителям въезд в Россию будет запрещен на 3-4 года. Председатель Конгресса молдавских диаспоров в Российской Федерации Александр Калинин призвал молдавских граждан, желающих работать в России во избежание депортации, в обязательном порядке указывать на границы цель своего пребывания в России и не допускать нарушений миграционного режима. Согласно данным Федеральной миграционной службы, отметил Калинин, сегодня в России находится более полумиллиона молдаван. 228 тысяч из них рискуют быть оштрафованными за нелегальное пребывание. Что в случае запрета на въезд, но гражданин при этом пересек, получается, незаконно территорию Российской Федерации, будет привлечен к уголовной ответственности по санкции штраф порядка 300 тысяч рублей, 10 тысяч долларов и срок 4 года лишения свободы. Уважаемые граждане, просто одумайтесь, что вы делаете. Сейчас программа работает колоссально, все передвижения, все фиксируются. Много гражданин к нам обращались. Каким образом пересечь мы всегда говорим о том, что если есть запрет, находитесь на территории Республики Молдова, не пытайтесь пересечь незаконно территорию. Вы сделаете хуже для своих родных и близких. Я думаю, что никому не хочется 4 года находиться в полноценной тюрьме, для того, чтобы ваши родственники будут страдать. Одумайтесь. Жителям Республики Молдова, планирующим поездки в Российскую Федерацию с целью трудоустройства, придется приобрести патент, который позволит им находиться в стране в течение года, без ограничений на выезд и въезд. Купить его можно в любом территориальном агентстве Федеральной миграционной службы. Стоимость патента в зависимости от региона составляет в среднем 2,5 тысячи рублей. Это около тысячи молдавских леев. Если вы решили работать у физического лица, вы приобретаете патент в органах ФМС и каждый месяц платите в Сбербанк налог в тысячу рублей. Вы можете, очень важный факт, уплатить разово за 3 месяца, не более. Потому что у вас миграционный учет, вам дает возможность 90 суток, 3 месяца. Значит, и здесь вы можете разово заплатить 3 тысячи рублей. Граждане не знают и платят за весь год. Это нарушение закона, и он уже является по программе. По красным его могут не пустить. Или платите по тысяче рублей каждый месяц, или 4 раза по 3 тысячи рублей. Это что касается патента. В этом случае вы год спокойно находитесь, работаете на территории Российской Федерации, выезжаете, потом спокойно заезжаете. Никаких. В течение года вы можете выезжать сколько раз вы хотите. Патент вам дает возможность год находиться легально на территории Российской Федерации. Те же преимущества предполагает и разрешение на работу. Документ выдается иностранным гражданам, которые трудятся на экономических агентов. Процедура является сложной и коррумпированной, заявил Калинин. Поэтому российские власти намерены заменить его новой системой патентов. Разрешение на работу очень сложный момент, ввиду того, что много определенных коррумпированных схем. Наши граждане не могут получить квоту на разрешение на работу. Поэтому приходится переплачивать очень большие деньги. И я поддерживаю господина Ромодоносского в том, что он предложил президенту, и президент поддержал Российской Федерации, о введении новых видов патента, для того, чтобы идти от коррумпированности всей схемы. Вы, если приобретаете разрешение на работу, средняя стоимость порядка 20-25 тысяч, 30 тысяч рублей. Но в конце года в разы эта стоимость повышается, ввиду того, что заканчиваются квоты. При приобретении разрешения на работу, вам дается возможность год работать по данному разрешению. Вы можете также выезжать, заезжать, но в течение года вы спокойно себя чувствуете на территории Российской Федерации. И с патентом, и с разрешением на работу вы год находитесь. Если вы приехали с туристической целью или в гостевой, вы можете находиться максимум три месяца суммарно, по две недели, месяц, сколько вы хотите. Но потом 90 дней вы не въедете на территорию Российской Федерации. На вопрос журналистов, является ли введение строгих правил пребывания в России, попытка оказать давление на молдавские власти, Калинин ответил, что это исключено. Новые условия пребывания на территории РФ распространяются не только на Молдову, но и все страны СНГ. Республика Молдова выбрала свой вектор развития на сегодняшний день. У нас открыта Европа. Для белорусов, которые выбрали свой вектор развития, для них открыта Россия. Поэтому власти Республики Молдова не должны быть озабоченными о том, что вот Россия начинает ужесточать миграционный режим свой. Касается всех стран СНГ, то, что делает Россия. Если мы выбрали вектор развития Европы, мы должны обеспечить и дать возможность нашим гражданам работать в Европе. Но по признанию правительства Республики Молдова на территории Российской Федерации находится 200 тысяч граждан. Мы должны просто дать им возможность работать. Мы должны им дать возможность легализоваться. Мы должны им дать возможность содержать свои семьи. Если они уже там, 200 тысяч человек, как минимум они содержат 200 тысяч граждан своих отцов, родителей, детей на территории Республики Молдова. Поэтому вопрос, что касается давления, я полностью исключаю. Абсолютно исключаю. Мы должны дать возможность, и над чем мы работаем, нашим гражданам не существовать, а спокойно находиться на территории Российской Федерации вне зависимости от политического вектора Республики Молдова. Если бы вопрос касался только наших граждан, я бы первый встал и сказал, что российские власти оказывают давление на правительство Республики Молдова ввиду того, что Молдова выбирает свой вектор направления дальнейшего политического существования. Но это касается всех граждан СНГ. Поэтому вопрос давления полностью исключаем. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил федеральному собранию разрешить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нанимать иностранных работников на основе патентной системы. Президент Конгресса Молдавских диаспор Александр Калинин считает, что законодательные изменения значительно увеличат цену патентов. Тем не менее, новый механизм, по его мнению, устранит коррупционные схемы выдачи патентов и разрешений на работу. Согласно статистике, в 2013 году на основе патента в Российской Федерации трудились более 36 тысяч граждан Молдовы. 33 тысячи получили разрешение на работу.